Приветствую вас и давайте немножечко расставим все точки над «и». По крайней мере, попытаемся это сделать. Ваш муж взрослый человек со своими убеждениями, взглядами, стремлениями. Ваш муж – это мужчина, который, ну, вообще-то говоря, имеет достаточно твердый взгляд на жизнь. Для него, что интересно, настолько твердый, настолько устоявшийся, что он даже не хочет их менять ради вас. Прошу заметить вот этот момент, что мужчина не готов ради вас менять свои взгляды. И вы спрашиваете нас о том, как его переубедить. То есть, по сути, а что вы спрашиваете? Как сделать так, чтобы мужчина выполнил ваше желание? Мы, к сожалению, не волшебники. И взрослого, устоявшегося человека переубедить мы не можем, так же, как и вы. Люди, давайте подумаем, что дает эта ситуация вашему мужу? Что она ему дает? Какие она дает ему удобства, скажем так? Какие она дает ему плюсы? Только ли это деньги? Возможно, это что-то еще, связанное не только с деньгами. Я думаю, что в этой ситуации вы поступили правильно. Вы уехали, вы сказали мужу, что хотите жить с ним, а не с его родителями. И вы сделали с твоей стороны все, что могли, все, что можно сделать. А остальное, остальное покажет только время. Только время даст вашему мужу возможность понять, что ему дороже, его убеждение или жизнь с вами. Если жизнь с вами для него дороже, то тогда он, конечно же, поступится своими принципами и будет все-таки с вами. Если же для него принцип дороже, то с вами он не будет. Или предложит вам только на его условиях быть с ним. И здесь уже вам выбирать, что вы решите. Либо вы решите быть с ним. И это, безусловно, ваше право. Это ваше право быть с ним. Но тогда вам придется с ним пожертвовать. Либо вы решите отставить свою точку зрения, и тогда вам придется быть без него. То есть мы не можем помочь вам переубедить вашего мужа. Потому что это, в принципе, невозможно. Невозможно его переубедить, если мы не ходим к саму. А вам нужно сделать свой выбор. На самом деле выбор этот не так уж и очень сложен. Потому что вам всего лишь нужно придерживаться своей линии поведения уже сейчас. То есть уже сейчас вы выбрали ту линию поведения, которая, в принципе, является правильной. Вам осталось ее только доиграть, и все. Скажите, ну нужен ли вам мужчина, который не готов для вас что-то делать? Нужен ли вам мужчина, который не готов с вами жить? Нужен ли вам такой мужчина рядом? Нет. Имеете ли вы право быть хозяйкой в своем доме и делать то, что вы хотите? Да. Вы имеете на это полное право. Вы имеете полное право быть хозяйкой в собственном доме. И если ваш муж этого не понимает, это, ну, его проблема. Это его проблема, понимаете? Не ваша его. И вам остается здесь его не переубеждать, как вообще говоря взрослого мужчину. Вам остается здесь только либо принимать его позицию, либо нет. Больше других путей решения данной проблемы попросту нет. Я понимаю, что вам бы хотелось чего-то другого. Я понимаю, что вам хочется быть с ним. Я понимаю, что вам хочется его переубедить. Но правда в том том, что до тех пор, пока мужчина будет думать, будет считать, что его позиция единственная верная, до тех пор, пока мужчина будет считать, что вы обязательно должны с ней смириться, а он так считает, потому что делает вас виноват. У вас нет шансов, нет никаких шансов мужчину убедить в обратном. Почему, спросите вы? Все очень просто. Потому что мужчине это не выгодно. Ну, мужчине не выгодно, что за хозяйство придется отвечать ему. За решение каких-то задач по дому тоже придется отвечать им. И так далее. Мужчине это не выгодно. И именно поэтому он не хочет что-либо менять. И вам в этой ситуации нужно, знаете, просто придерживаться своей позиции. Если мужчина любит вас, он сделает выбор вашей пользы. Поверьте, это так. Но кроме вас, кроме вас, никто не отстает, к сожалению, или к счастью. Я думаю, что все-таки к счастью. Никто не отстает. Никто не отстает ваших позиций, кроме вас. И раз на вас легла эта мощь по отстаиванию этой позиции, ну, значит, так тому и будет. Раз вы не можете рассчитывать на своего мужа, значит, только вам остается защищать свою позицию. Все. Больше у вас нет вариантов. А мыслите, мыслите вы совершенно правильно и делаете, вы поступаете тоже совершенно правильно. Единственное, только то, что вы хотите переубедить родственного человека. Его не пребескать нужно. Не нужно его ломать. Нужно вообще никого ломать. Нужно давать человеку понять, что вы, что вам нужно что-то. Либо человек делает что-то для вас, случает с вашим желанием, либо нет. В этом случае, значит, вы с ним продолжаете находиться в отношениях. Если нет, значит, не находитесь больше с ним. Либо прогибаетесь под ним и следует его, ну, его мнению. Обещать вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.